Многие из вас уже несколько месяцев, вскоре после моего прибытия, интересовались, как я вижу ситуацию в русской общине Астралии, что бы я хотел, что бы хотел сделать и так далее. Я тогда каждый раз говорил, что я только прибыл, я должен сам своими глазами увидеть, потому что то, что я слышу от других, то, что мне, естественно, докладывали в посольстве, это одно, а то, что я вижу собственными глазами, те выводы, которые я на этой основе построю, это совсем другое. Ну вот сейчас уже скоро пять месяцев, как я на зеленом континенте, познакомился я с основными тремя сегментами российской общины, я имею в виду, ну, Синейский, естественно, есть Присбен и Мельбурн, ну, и Конверским. Тоже, как я вам существенно меньше, должен, наверное, сразу извиниться перед отечественной Пиводеллоидией в Перте, докуда еще не добрался, но обещаю, что постараюсь сделать это как скорейшего извинения. Во-вторых, вы знаете, я, наверное, в большинстве случаев буду говорить, как бы, во множественном числе. И дело в том, что это тоже вам хорошо известно, что у меня супруга, она непосредственно, ну, жена посла, это, так сказать, это уже должность сама по себе, и она тоже очень много работает как раз по связям с нашими соотечественниками. Она даже специально была в Москве, встречалась с руководством Россотрудничества и много вещей. Поэтому те же вот оценки, это наши совместы общие. Вот так вот, поэтому мы, это не то, что я о себе решил в областном числе говорить, потому что я говорю тут от нашего дуэта семейного посольского. В общем, давайте так сказать. Первое, конечно, многое все-таки впечатлило и подтвердило первое позитивное впечатление, которое я вынес еще вскоре по приезду. Вот. Многое сделается, многое сделано. Естественно, в первую очередь, что бы здесь ни говорили, хочу отдать должное тому, что сделали, сделали старшее поколение, вот так сказать, русских австралийцев или австралийских русских, те, кто приехал в основном из Китая. Это примерно 30%, как я понимаю, русская община, Харбинск, вот составляет Харбинцы. Вот, конечно, это те люди, которые приехали практически без гроша в кармане, в лучшем случае с пятью долларами вметрились, не просто выжить, но и убередиться. Создали школы русские, создали, построили церкви, вот, и, как говорится, честь и хвала – это то, что создало материальную, духовную, нравственную основу, как сказать, русской диаспоры в Австралии. Ну, здесь же хочу сказать о той роли, которую сыграла наша православная духовенция. Вот, и я тоже имел возможность познакомиться со многими нашими церковными иерархами, ну, включая, конечно, встречи с Владыкой Галерионом, главой русской православной церкви за границей. Вот, но я хочу сказать, что действительно я убедился, что те православные русские храмы, которые здесь есть, это действительно центр притяжения реальный наших соотечественников. Это в полном смысле храм Божий, который создает вот высокие духовные и нравственные ориентиры. Это не для красного главца, это действительно наше впечатление общее, хотя я перед этим, когда был на праздновании Рождества в русском благотворительном обществе им. преподобного Сергея Геральдышского, в этом всем открыто сказал, что я человек не то, что не выцерковленный, но и не окрещенный. Вот, и, так сказать, из семьи старых коммунистов происходящей, вот, чей дед вообще по линии матери был профессиональным революционером, потом крупным партийным деятелем. Но, тем не менее, на первообщение с православным руководителем у меня большое впечатление произвело, ну, Бог. Хочу сказать особо о фестивале «Русское возрождение», кинофестивале. Уже 13 лет он проходит здесь. Здесь свыше 106 тысяч, подсчитанно, свыше 106 тысяч человек уже его посетило. Причем, явная, совершенно позитивная динамика наблюдается. Его авторитет, популярность не только в русской обществе, но и в австралийском. Население растет. Скажу так, что вот на церемонии открытия в этом году в Сиднее сложилась вообще беспрецедентная ситуация. И столько же пришло, столько народу, что не нашлось даже места для австралийцев-волонтеров, которые всегда в качестве хотя бы маленькой благодарности за те услуги, за ту помощь, которую они оказывали, давали возможность посмотреть в кино. Не смогли посадить, стояли в проходе. Люди — это полнотно злеслова. Естественно, обязательно должен упомянуть и отметить заслуга Николая Максимова, который 13 лет на себе несет, вот это огромное время выполняет. Так что, ну и, помимо всего прочего, это личное впечатление, приятно отметить, что этот фестиваль, он не просто показывает классическое, еще старое кино наше и нынешний кинематограф. Он показал, помимо всего прочего, что действительно Российский кинематограф, который в 90-е годы, ну как всегда наша страна, к сожалению, испытал довольно серьезный атакат, вот, то сейчас он возвращается. Позиции выходят на высшие игровые позиции. Тут надо называть вещи своими иномерами, что достойный такой центр, так и давай. Есть, на мой взгляд, не побоюсь этого слова, по-настоящему подвижнические проекты, которые я вижу. Я думаю, что это вот русские школы. Конечно, самое главное впечатление произвело, когда я узнаю, что есть ученики, чьи родители уже в четвертом поколении, то есть ученики, сами уже пятое поколение русских желудочек в Австралии, все равно они стремятся сохранить русский язык. Конечно, очень трогательно видеть, как тинейджеры, практически вчерашние, вчерашние школьники, выпускники приходят в школу, помогают на добровольное слово учителям. Конечно, не могу в обязательном порядке, опять-таки, это русское благотворительное общество. Неважно, что оно тоже серьезно финансируется австралийским правительством в рамках их политики, социальной политики, в рамках политики мультикультурности. Я думаю, достоинств тех людей и заслуг тех людей, которые работают в этом обществе, это не умоляет. Потому что я сейчас имел возможность еще раз пройтись по палатам, посмотреть, какой уход за стариками. Ну, тогда я вам сказал, что действительно, чтобы каждый старик, оставшийся без семьи у нас в России, мог получить такое задержание. К сожалению, это пока остается только мечтой, как говорится, мечтой. Первый дом-музей русский, конечно, который Михаил Моисеевич Общинник практически полностью свои деньги построил, выделив один из своих тайных помещений, своей компанией, чью годовщину, собственно, 12 апреля, с февраля, мы бы запланировали отметить, но в связи с кончиной почетного атамана Дмитрия Михайловича Речкалова, то это не смогли мы делать, это перенесено на апрель, как Михаил Моисеевич сказал, когда у вас 40 дней пройдет. Я прошу прощения, что, возможно, в чем-то у меня получится такой большой монолог, но потом тогда уже будете задавать вопросы. Ну, ну, естественно, вот, по-моему, Ирина немножко напряглась, что я как-то не дойду. Вот, естественно, обязательно нужно остановиться на Совете Российских Соотечественников Австралии, потому что все-таки мы все, я думаю, по крайней мере, я воспринимаю, это такую, как основную структуру, объединяющую Российских Соотечественников, вот, в национальном масштабе, вот, и я тоже должен отметить, что делается много хорошего, много важного, полезного. Задумки тоже есть очень хорошие. Я здесь хочу, естественно, это и фестиваль единства, который проводится, это те мероприятия, которые осуществляются и по знаменованию 9 мая, это бессмертный полк, и, конечно, очень важное значение будет иметь, как он пройдет, естественно, вот тот бизнес-форум, который 11 февраля предстоит, и его успех, я опять же не побоюсь этого слова, будет означать, что Совет Российских Соотечественников вышел на качественно новую ступень в своем развитии. Ну, и здесь хочу еще раз подтвердить, я приму участие, вот, и готов выступить на открытии. Вот, так что, пусть включать заранее программу. Вот, и здесь же тоже хочу сказать, что, разумеется, как посол я буду оказывать Совету максимальную поддержку, максимальное внимание, вот, и максимальную помощь в том, чтобы СРСА вышел, стал в полном смысле слова, вот, общенациональным для Зеленого континента, структурой, объединяющей, исполачивающей все сегменты, все ячейки нашей русской диаспоры здесь. Вот, ну, при этом я еще раз, я неоднократно это уже делаю, но повторю еще раз, я, не я, как посол, не посольство, как депмиссия или генконсул, мы, так сказать, никем не руководим, вот, и не администрируем. Как говорится, мои полномочия, они ограничиваются оградой посольства, вот, и личным коллективом посольства, вот, в чем-то депмиссии, поскольку, согласно закону, чрезвычайным полномочиям послепосол является высшим представителем президента Российской Федерации на территории данного государства, ну, или группы государства. Вот, и все вот эти миссии я пытался вам судить, насколько у меня это получилось, выстраивать такие ровные, и, вот, к сожалению, у нас больше принято слово, которое я бы не хотел, в данном случае, употреблять, это равноудаленные, в данном случае, хочу сказать, равноблизкие отношения вот, со всеми сегментами Российской Общины. Вот, входят они в СССР, не поют, стоят как-то особняком. Для меня самое важное, все-таки, это российский соотечество. Это тот российский человек, независимый от его гражданства. Независимый от его гражданства. Вот, и в этом плане для меня и для посольства не может быть, так сказать, родных и послуг. Такое деление я категорически, и мы с супругой категорически исключаем. Категорически неприемлемо одно, это, когда споры, полемика, в конце концов, ну, каждый человек имеет полное право на свой взгляд, на свою позицию. Так вот, имеет право критиковать, соглашаться или не соглашаться. С чем-то, когда полемика выходит за, ну, известные морально-этические рамки, границы. Вот, всем хорошо, вообще до сих пор на слуху, к сожалению, тот, ну, крайне неблаговидный прецедент, думаю, нам нет необходимости, так сказать, это называется, конкретных людей, либо конкретное издание. Это все у всех на слуху. К сожалению, то выступление, оно, на мой взгляд, категорически, абсолютно несовместимо ни с названием громким этого издания, ни тем, как оно себя позиционирует. Вот, и, к сожалению, вот толчки от того, например, 26-й, 27-й номер, вот, ощущается, ощущается до сих пор. И, в общем, вы знаете, есть скандально известный французский журнал «Шабли», то, единственное, конечно, я бы не хотел судить обо всем этом издании по тем, так сказать, карикатурам, которые, ну, у нас проходили в нашем медийном пространстве, потому что, все-таки, как я слышал, это более серьезное издание, чем его зачастую, ну, чем тот имидж, который ему пытаются создать. Но, тем не менее, очень не хотелось бы, конечно, чтобы в русской общине появилось свое издание с таким же скандальным, вот, и я бы сказал, немножко склочным имиджем. Вот, здесь, конечно, очень нежелательный был бы такой поворот. Еще раз повторю, что можно соглашаться, можно не соглашаться, можно критиковать, можно жестко критиковать, полемизировать, в конце концов, и в дипломатической практике переговоры зачастую выходят за рамки такого, скажем так, дипломатического политеза. Вот, но когда идет, идут оскорбления, умления, окаивания всего, да вдруг еще начинают звучать какие-то этнические нотки, чтобы простить ему законодательство, вообще, уже уголовно наказуемо. Вот это для меня категорически неприемлемо, о чем, конечно, я и буду в случае чего заявлять открыто и неоднократно, потому что здесь, в этом плане, как говорится, я от такого подхода от своего позиции не отступлю. Вот, и для меня, особенно, конечно, знаете, недоумение у меня вызывает то, что подобные процессы вдруг не тенденции, вдруг начинают доминировать в казачьей среде. Знаете, особенно, Господи, для человека моего поколения, языки один такой, вот, все-таки образ казака, он имеет совсем другое наполнение. Это образец мужественности, вот, это образец, в известном плане, уважения к старшим, вот, хранитель таких исконных норм и заветов, и, вы знаете, когда вдруг скатывается до каких-то пасхалей, это у меня просто, честно говоря, обидно. Я вот в это отношение специально для себя выписал цитату из, увы, уже в полном смысле последнего интервью, уже упоминавшись со мной, Дмитрия Михайловича Речкалова. Это человек, который более 30 лет воздавлял канадочица на Зеленом континенте, вот, да, вот, сам происходит он из белых казаков, хоть и родился-то уже позже, но вот, тоже хороший пример, когда мы перестали наше население, и наше касательство делить на своих и чужих по тому принципу, еще гражданской войны. Так вот он сказал, в объединении чести казачества наша сила, а не в раздорах выяснения, кто, кто, каких регалий достоин, и какое казачество настоящее, а какое полуказачество. Вот, и я очень рассчитываю, что вот завет недавно ушедшего, почетного адамана, человек, который стоял в собственном истоке, русского, российского казачества в Австралии, будет услышан и воспринят. Вот, и я от себя бы тоже добавил, что нужно прекратить выяснять, кто лучший патриот, кто худший патриот, кто настоящий, так сказать, старый патриот российский, а кто нет. Потому что надо подниматься вот этими работами. И вот в этом плане, знаете, родилась у меня одна мысль, которая, возможно, кем-то может быть воспринята как своего рода такая политическая ересь. Я имею в виду, что, наверное, было бы не столь обоснованно и оправданно, когда во главу угла своего подхода и своих взаимоотношений с соотечественниками ставится такой критерий, как политическая лояльность. Вот, ну, вы сами пережили период, когда все все поддерживали и все все одобряли. Ну, а чем кончилось? Что и страну потеряли, и все те, кто поддерживали и одобряли, как-то они даже и не вспоминают. Второй момент, более имеющий прямое отношение к нашей диаспоре в Австралии, это вообще надо видеть ее генезис, ее происхождение. И сразу же становится очевидно, что она, ну, слишком неоднородна, слишком неоднозначно, чем, чтобы по своему вот становлению, чтобы ожидать и рассчитывать на такую политическую, ну, назову это монохромность. Потому что, ну, смотрите, первая волна, это еще конец 19 века, когда в Российской империи вдруг произошла вспышка антисемитизма. И это как раз те еврейские силы, которые вынуждены, которые бежали. Вот так вот. И вы сами понимаете, что это как бы в генотипе оставляет такой шрам, который, ну, очень долго дезоруцовывается. По крайней мере, это надо ясно отдавать себе. Вторая волна, это, да, крах Российской империи, гражданская война, когда вот оказались разделены семьи, когда люди, действительно, брат шел на брата, отец на сына и так далее. Когда люди, так сказать, те люди, которые не смогли отставить в Советской России. С другой стороны, вот, большинство китайцев, работники КВЖД и МЖД, те, кто работал в империи Купца Чурина, который всю Манчжурию, по сути дела, контролировал. Ведь есть факт, который, да, печальный, трагичный. Ведь советская власть обращалась с ним с призывом вернуться в страну, и порядка 40 тысяч откликнулись, вернулись. Ну и какая судьба их постигла? Больше 30 тысяч было расстреляно по прямому приказанию тогдашнего наркома внутренних дел Николая Ижова. Расстреляно, огульно обвинены, что они японские шпионы, диверсанты, агенты и так далее. Знаете, этот генетический память тоже остается и быстро не проходит. Поэтому, на мой взгляд, здесь должен быть основной критерий. Это чувство общей истории, общей культуры, общей причастности к нашей цивилизации, которая зовется Россией вне какого-либо политического контекста. Вне конкретного политического контекста. Хочу сказать, я вот для себя тоже в этом отношении интересный приемлемый, исторический, Антон Иванович Деникин, который, как известно, никакой симпатии к советской власти никогда не питал. Да и, так скажем, по ряду исторических материалов, если не его просто личная свара с Юденичем, кто должен брать Петоград, Петоград упал и, глядишь, в советской власти бы не было. А так они друг с другом сцепились. Кстати, вчера я встречался с отцом Михаилом Протоповым, он говорит, что его отец Юденичу, поселить не Юденичу, Деникину пощечину залепил, когда тут бросил на производство судьбы казаков. Ну, так вот, в данном случае не это главное. Главное, что Деникин, никогда, еще раз повторю, не питавший, никаких симпатий к российской власти, тем не менее, категорически наотрез отказался сотрудничеством с Ласовцами, когда к нему пришел Ласов и предложил его Деникину возглавить формирование. Он сказал, что нет, что Россия выше этого. Я думаю, вот это должно стоять превыше всего. Конечно, я не могу не сказать, что мой отец воевал, прошел всю войну в авиации, да и вообще хотел стать военным летчиком, как все тогда в том поколении советской молодежи, сталинские сокры. Вот, просто после войны партия сказала, что ИГИЛ учись во внешней торговле. Хотя это пошел, то даже не рассуждали. Вот, мать у меня, 14-летняя девчонка была, когда война началась, работала по 16-18 до 20 часов на заводе авиационном, тоже в Москве, в Тушино, когда спали у станков, зачастую матрас грязный бросали, падали и все, без незнания субботних, когда за половину рабочего пайка, то есть жили в прогулочке. У супруги моей, отец, 8-летний мальчишка, угол был в Германии, малолетний узник. И там все освободили, в американцев потом передали. Уже о нашем. Естественно, мне сложно понять, когда наши соотечественники говорят, что 9 мая это, так сказать, не их. При всем понимании, то есть специфики, не их праздник, потому что, очевидно, что тогда речь шла вообще-то не о спасении какого-то конкретного политического режима. Речь шла о выживании России, вот того, собственно, той вселенной, которая именуется Россией, и потерпи поражение тогда России, нас бы просто и не было. И не было бы цивилизаций, потому что именно такая задача ставилась, уничтожение российской цивилизации как таковой. Ну, правда у каждого своя. Опять же, я еще раз говорю, что мы не думаем, чтобы именно богового угла оставился принцип политической лояльности. Вернусь к теме Совета, потому что, естественно, когда были мы и в Бризбане, и в Мельбурне, здесь мы встречались, конечно, в первую очередь, с территориальными традиционными Советами. Все-таки достаточно рекоменна было сказываться пока. Причем, они легко примерно группируются вот в три, так сказать, после раздела. И что я хочу сказать, они практически дословно повторяются, поскольку возможность предварительного сговора, я как говорится, исключают. Сразу-то здесь идея реально идет. А, очевидно, действительно существующих проблемах. Ну, о чем говорят? Ну, во-первых, жалуются на чрезмерную централизацию, заорганизованность и известную гипертрофию, так сказать, администра полномочий в руках административного аппарата, руководственного совета. Вторая, ну, это, естественно, когда речь о деньгах идет, вот, это нарекания относительно непрозрачности, нет демократичности финансового механизма, так сказать, монополизация полномочий по разделению бюджета. Ну, и в-третьих, много нареканий относительно, как бы, вытеснения из совета старшего поколения, вот тех, о котором я говорю. Кстати, между прочим, вот очень ярко, так сказать, вот рельеф, вот эту мысль, последнюю, сформулировал настоятель, вот, святого Николаевского православного собора в Бризбане про Таирей Гавриил, ну, поскольку, так сказать, его разрешение на цитирование я не получал, то, соответственно, цитировать его я не смогу. Вот, так что, очевидно, абсолютно сильные проблемы есть. Но, понимаете, я не соглашался никогда и сейчас в этом мнении утвердился, в общем, я не разделяю мнение, категорически не разделяю мнение о том, что Совет Российских Соотечественников не состоялся, как бы обанкротился, бывает мнение, что это какое-то искусственное формирование, так сказать, бесполезное. Нет, я, я с этим не согласен совершенно. Да, действительно, Совету еще надо найти свое место в полном смысле слова, найти свой модус в Венде, свое лицо, но то, что потенциалом Совет обладает немалым, для меня это очевидно. Вот так вот, и вся работа, которая проводится по укреплению Совета, по активизации, по действительно росту, повышению его популярности в российской воронно-физичной среде, я буду поддерживать. Вот так вот. Но, опять же, еще раз, это речь не идет ни о каком администрировании со стороны послания, консулы, или посольство. Вот так. Вопросы должны решать сами российские самоотечественники, сами члены российской идеации. Что касается меня, я могу просто сейчас поделиться своими личными наблюдениями, впечатлениями, которые, в том числе, базируются на моем опыте уже достаточно немало, большой дипломатической большинства карьеры, долгой. Ну, первое, что касается нареканий по поводу структуры. Я долгое время работал по именно международным объединениям. Собственно, начиная с 2001 года, у меня основной мои профили, я как раз не был первым заместителем директора тогда специально созданного департамента нового по благосторонним объединениям на плане на просторах АТР. И, скажем так, как говорится, без лишней скромности могу себя отнести к числу архитекторов Шампайской Организации Сотрудничества. Вот так вот. Кто никто не верит, могу перечислить все то, что, но и лично во многом было сделано для ШОС и включая те нормативные политические документы, которые созданы. Так вот, этот опыт говорит, что СРСА действительно, на мой взгляд, несколько переструктурирована. По сути, это скорее ближе к схеме административного учреждения или международной организации, строго централизованной, но не общественного объединения. В этом плане я не хочу, опять же, никого критиковать и как-то обвинять в чем-то. Я хорошо знаю все те рекомендации, которые поступали со стороны Всемирного конгресса соотечественников, дополнявшие друг друга и так далее. Но, во-первых, это были рекомендации, кто командователь имеет право. Во-вторых, у меня немножечко впечатление, что эффект произошел примерно как кто помнит поднятую целину шелуху, помните как, да говорит, там герои с энтузиазмом, должны были строить колхоз, а замахнулись на коммуну. И здесь точно так, произошло то же самое. Возможно, слишком, так сказать, энтузиазм высок был, что все вот эти рекомендации, они немножко прямолинейно были восприняты, и здесь в конце концов ничего фатального нет. Другое дело, что когда вот происходит такая структуризация, заорганизованность, то начинает, к сожалению, работать принцип, чем дальше, тем, как правило, сильнее, это кто не с нами, тот против нас. Вот, когда и получается, что начинают возникать вот эти разделительные линии, вот, неизбежно. Причем, к сожалению, мое ощущение таково, что эти линии начинают, ну, имеют тенденцию к углублению. Хотя, еще раз говорю, это никого не радует. Ну, меня тоже, естественно. А так, ну, получается, Ирина может так сказать отвернить, приходит уважаемый ветеран, по-моему, ну, и возмущается. Почему СРСА живет не по уставу? Ну, скажите, вот есть устав, почему он не выполняется? Ну, что я могу вот ответить? Тем более, что речь идет о весьма почтенном, человеке весьма и весьма почтенного возраста, тем более очень заслуженном, ветеранном, фронтовике. Вот, как, что ему ответить, что не обидеть такого человека? Знаете, вот, еще, помню, один раз, в 86-м году, тогдашний министр настранных дел Советского Союза, Шеварданцев, отвечая на вопрос, сказал, слушайте, когда вводишь войска, всегда думай, как выводить будешь. Речь шла о наших войсках, советских войсках в Афганистане, и витнамских войсках в Камбодже. Вот так. Так же и здесь, вы знаете, когда принимаешь административные нормы, надо всегда представлять, как можно их администрировать, соответственно, или нет. Вот так. И в данном случае, поскольку, опять же, речь об общественной организации, ну, сложно выполнять, заставлять, как-то выполнять такие жесткие административные постулаты. Вот, поэтому, здесь, опять же, нет ничего такого фатального. Конечно, надо просто исходить с чинной из того, что СССР, Советский Союза, соотечественник, это организация для граждан, для людей. И не люди должны отвечать или их объединение кем-либо критериям, для членства. А сначала Совет должен создать и заявить себя, я думаю, что, хотя у нас, Ирина Викторовна, присутствует здесь журналистка ипостаси, но все-таки не могу, естественно, не обращаться к ней, в том числе, и как председатель СССР. Он, Совет, должен создать вот такое, именно доказать свою полезность, сформировать свою привлекательность. и вот надо сказать, что если в таком Солеучии люди будут стремиться к вступлению в СССР и действительно будут готовы отвечать определенному критерию, ну что ж, это высшая степень, ну и главное, что сам СССР должен показать его полезность, и я вижу, что работа-то ведется в этом направлении, у меня, слава Богу, хорошие деловые отношения с Ириной Викторовной, поэтому я хорошо вижу именно стремление двигаться именно в этом направлении. Ну, второе, что если мы говорим о повышении и транспарентности, прозрачности, может, демократичности, механизма СССР, в том числе и финансов, то все равно в любом случае это снизу на вычет, потому что, ну и Совет это не воинское формирование, где есть строгая вертикаль командования, где верховное командование задает задачу, все остальные берут под козырел, и делают. Вот так вот. Никто, кроме самих членов Совета, так сказать, работу по совершенствованию его деятельности ни проведения не проделают. Вот так вот, потому что, как первый суд, это релизорная песня «Ни Бог, ни царь, ни герой». Это надо сказать, надо делать сами. Другое дело, об этом я тоже говорил еще раз, что здесь надо видеть и весьма рискованные, возможность весьма рискованного поворота на другом полюсе, что нельзя ввергать Совет в какую-то спираль бесконечных перестроек, что, по сути дела, будет означать его, по сути, практически паралич. Ну, а что касается финансов, то, на мой взгляд, вы знаете, по главу угла политики, Совет и руководство Совета должен быть положен, простите, китайский термин, употреблю, как сам, как китаист, опору на собственные силы. Вот так вот. что если Совет будет в состоянии и найдет источники возможности привлечения самостоятельные источники финансирования, это неизбежно и сформирует и соответствующий транспарентный, демократичный механизм управления финансами, их распределением и так далее. И так далее. Разумеется, это не значит, что он будет лишен поддержки строительства, федерации, нет, все будет в полном объеме, как и делалось, но все-таки Совет должен жить скорее всего на мунии, здесь. И, кстати, вот поэтому я тем более придаю очень большое значение тому бизнес-форуму, который значит будет 11-го числа. Мы даже не слышали о нем. честно. Да, может, и под секрет открыть? Нет. Можно открыть секрет, постепенно. Первый раз от вас услышал вообще, что будет бизнес-форум 11-го года. Везде идет информация в сети. Где? Можем дать объявление в газете. Вы знаете, ну вот следующее. Ну, кстати, почему бы не дать объявление? Таким. Да, потому что надо сказать, все-таки медийное пространство это важнейшее. В свое время советский руководство не понимало важность медийного пространства и работы вообще именно в медийном пространстве. Из-за чего и проигрывали огромные вещи. До сих пор расхлебан еще вспоминаем Боинг южнокорейский. Тогда просто позор было все построено. Ну, следующий момент, конечно, вот это как все-таки между поколениями наладить отношения, чтобы не было бит двух сторон. было. Ну, вы знаете, для начала хотелось бы, чтобы немножко больше координации было между различными сегментами. Русскоязычное общество, Австралия, здесь как раз СССР и должен сыграть в первую очередь свою роль. Все карты в руки говорится. Я что имею в виду? Ну, понимаете, одни и те же мероприятия проводятся. Ну, почему Масленица в Мельбурге должна как-то конкурировать с Масленицей в Сиднее? Причем все хотят, чтобы я участвовал. Я охотно буду, но я не могу, к сожалению, разноразом так, чтобы быть и в Сиднее, и в Мельбурге одновременно. Я им тоже говорю, ладно, хорошо, я приеду к вам обидеться в Сиднее, приеду, поеду в Сиднее, обидитесь вы. Ну, как-то здесь координируют. Бессмертный полк, о котором я упоминал, о котором мы с этим наиболее ярким позитивным примером. Но, насколько я знаю, сейчас еще планируется организовать тоже Бессмертный полк по линии Первого русского дома музея Михаила Матерьевича. Ну, надо как-то тоже очевидно. Скажи, нет, зачем два Бессмертных полка будут? Совет соотечественников никогда не участвовал в Бессмертном полке. Это делали совершенно другие люди, а потом, когда они появились, они просто пристроились. Ну, давайте сегодня... Это сейчас абсолютно наоборот. Я буду сейчас это говорить позже. Я тогда буду говорить. потому что, не надо, только давайте мы здесь, я еще раз, потому что, мой сотрудник должен уставить, вот это, потому что, мы здесь не для, так сказать, полемики, это не дискуссионный стол. Это, если дискуссионный стол, то, это отдельное мероприятие, которое нужно проводить. Вот, ну и, заключение, так сказать, свои мои тезисы заканчивается, наверное, для вас уже утомил окончательно. Вот, еще раз скажу, что я не вижу летальных каких-то угроз для Совета. Все это преодолимо, в общем-то, ведомо, можно совместными усилиями и разных поколений, потому что, все-таки, знаете, когда энергия и динамика более молодого поколения соединяется с опытом и старшего поколения. это, вот, это дает самый мощный механизм, который способен преодолеть любые практически трудности. Не знаю, может быть, это слишком как бы воздушный замок, но почему бы подумать и действительно создать вот что-то типа сейчас. И проблемы есть, да, чего-то есть в претензии, недовольство. Ну, давайте подумаем создать что-то вроде, уж не знаю, совместной рабочей группы, так сказать, в рамках дипломатической переговорной практики я употребляю такой термин. Вот, с одной стороны есть Ирина Симоньян, нынешнее руководство, вот, есть ее команда, есть команда почетного председателя Советского Игоря Григорьевича, тоже имеющая свой опыт, свои наработки, свое мнение. Вот так вот, ну, почему бы мне как-то не попытаться совместными усилиями? Опять же, мы вот весь мой китайский опыт, как китаист, показывают, что это, между прочим, тот институт, та практика, которая на протяжении многих веков применяется в Китае и до сих пор в нынешнем Китае, но очень так же, пожилое поколение не выбрасывается, не отстраняется, в отличие от советских, кстати, времен, где человек, сегодня он сидит в начальственном кабинете и имеет все, а завтра он никто. а в лучшем случае какую-то там пенсию сохранит, будет достаточно платформу, мерку большую и все. Больше ничего нет в Китае, все остаются, используют для них созданные специальные государственные институты и так далее, чтобы вот этот опыт использовать. С другой стороны, сами понимают, действительно, человек старшего поколения уже начинает мыслить не столь гибко, не столь столь... уже привыкает к своим каким-то шаблонам, своим клише и все прочее. Для этого как раз и нужно поколение более молодого. Когда они вместе, вот, было бы лучше гораздо, если вот могли сесть и обняться мнением, обсудить вообще, что сделать, как и дальше. Думаю, что это лучше было бы даже неплохо. По крайней мере, со своей стороны будут вот эту идею, не обязательно так рабочие группы, это так просто размышления в целом, а что-то подобное, все-таки как-то эту смычку наладить и вместе тогда решать, как уже совет двигать дальше, потому что, знаете, все-таки, если мы исходим из той, как я сказал, вселенной под названием России, которая преобладает вот какой-нибудь конкретно политическим контекстом, то все задачи уже станут, может быть, любой, по-любому, любой проблем можно найти общий. Ну вот на этом я закончу, извините, вот они у вас и буду готов, ответить, точнее, уже готов. если ни у кого ничего нет, я могу немножко рассказать, кто мы, чтобы познакомиться. Во-первых, Григорий Семенович, мне приятно, что вы носите имя и отчество моего отца, это точка один в один, поэтому мне легко запомнить и говорить. Второе, вот то, что вы обрисовали, она немножко так с уклоном однобогим. Почему? Потому что вы ничего вообще не рассказали о другой составляющей вот этих соотечественников, да? Здесь еще есть одна группа соотечественников, которая была создана самая главная, первая, с Блохиным и с господином Савицким, и мы входим в Совет соотечественников, мы были на первом съезде в Ленинграде, в Петербурге, сейчас, да, и я привозил туда Костю Дзю о просьбе бывшего министра иностранных дел, чтобы он так присутствовал, потому что я у него был промотором. А кого это бездушек министра зародил в ней, в доме? Ну, тогда Блохин обратился ко мне, когда он был здесь послом, и попросил, чтобы Костя Дзю был там, потому что Министерство иностранных дел просит. И мы организовали эту поездку, правда, не через Министерство иностранных дел, потому что Костя запросил первый класс, то-то-то-то. А там сказали, что таких материальных возможностей нет, и это все решила Московская организация соотечественников во главе с Лужковым, и они оплатили ему потом все расходы, которые, ну, там возвращали деньги за билеты, за первый класс, и так далее. Ну, это такое прелюдия, кто создавал вместе с Бопиным эту ситуацию. Потом здесь были господа Грушко, консул, уважаемый Товарая, Георгий Давидович. Давайте. К чему я это говорю? К тому, что у нас здесь две комьюнити такие сильные, одна бандайская, как называется, русскоговорящая, куда входят еврейская, молдавская, армянская, там и так далее, в основном еврейская, русскоговорящая комьюнити. И вторая, Бурворт, Стратфольд, и так далее. Мы всегда хотели наладить и объединить эти две комьюнити в ГЛАЭС с советским, чтобы мы вместе проводили какие-то мероприятия. Вопрос состоял в том, что было очень сложно, потому что было разное видение. Нас считали предателями, мы уехали, потому что мы уехали по собственной воле, они уехали, потому что их депортируют, ну, советская власть, там и так далее. В конце концов, мы нашли общее понимание благодаря вот этим консулам, которые привели все-таки ту комьюнити на Бандай, и мы провели первый совместный фестиваль, да, День России и фестиваль русской песни, после которой семь лауреатов уехало в Москву и выступало в колонном зале в Москве. Потом нам удалось сделать второй День России, тоже совместно, уже на территории пополам будем говорить так. Вот. А потом произошло то, что произошло. Появился новый председатель Совета Соотечественников, которого вообще никто не знал в этой стране. Она работала бухгалтером, опять же, организовывает свои же, я извиняюсь, я просто не желаю. Я хочу, чтобы вы поняли. Я прошу прощения, вы знаете, меня только одно немножко удивляет в данном случае, почему вы раньше не проявляли желание? Никто не обращался. Никто не обращался, вы не знаете? Вот, пожалуйста, по нашей газете все видно, мы все время печатаем Советского, поддерживаем Мовчинникова, поддерживаем всю эту ситуацию. Нет, я имею в виду ко мне, ко мне постоянно люди приходят. продолжал, отца Григория Зимановича? Да. Ну, я не из тех людей, у меня уже 70 скоро, а здесь, потому что все, здесь мы все, для того, чтобы я вам объяснил, вот так как у вас односторонняя, однобокая информация, я вот хочу у вас поставить просто резвестность, что 11 лет назад мы День Победы открыли в Австралии, причем на уровне правительства, что у нас есть место, где есть плата в честь Дня Победы, где приходит все федеральное правительство и местное, где каждый год посол икон выступает вместе с кем-то из правительства Австралии, где делегации в свое время первые, российские, возлагали венок у этого памятника, там памяти казаковцу, но это 11 лет уже происходит, причем это уже записано в местных органах, как День Победы России, это когда гимн России звучит на весь Сиднея и отдается где-то Перфи, Аделайде и везде, это то, что делается и это нигде я этого не услышал, я услышал только то, что они провели день там в парке, День Победы 9-го, они провели 7-го, в парке, а мы провели 9-го, как положено. Давайте мы, все-таки сегодня у нас интервью, я бы очень рад, если вы в течение вот этих 5 месяцев хоть как-то вышли на меня, вот я ждал этого момента, когда мы сможем все вместе, не то, что я пришел пожаловаться, а здесь русское радио, вытянение, СПС, давайте исходите с того, что есть интервью, вот, и есть дискуссионный клуб, потому что, вот я не знаю, например, вот то, что сейчас вы изглажаете, вот где, мы тоже будем отличать интервью, я бы хотел, я охотно с вами встречусь, отдельно, и мы побеседуем, давайте организуем какой-то такой типа круглого стола, на котором мы можем действительно все подискутировать. прекрасная идея, прекрасная идея, я не ожидал, что здесь интервью, я думал, что мы собрались оговорить, и вы так рассказали все подробно, я не услышал ничего, что касается вот этой вот комьюнити. потому что вы где-то в стороне прячетесь? Да, никто не прячется, мы везде участвуем, я был на концерте, когда вы только прибыли в австралию, ну да, так я помню, хорошо, но вопрос-то в том, но вас окружало такое окружение, казаки, вот, вас так плотно опекали, что нам даже не удалось, так честно, не удалось подойти. А после этого мой телефон известен по такому я охотно повстретился, я с многими встречался регулярно. У меня есть много что рассказать, действительно, честно, но я просто из-за того, что я не вру, я рассказываю прямо при них, потому что что-то не было врача. давайте договоримся, действительно, и согласитесь, нет, я попрошу тогда Елену Викторовну, когда отойдут тех опытов, которые связаны с бизнес-форумом, там же у вас еще и собрание и все прочее, но вот надо подумать о том, чтобы организовать, давайте, я согласен, готов, вот давайте круглый стол сделаем. Обязательно, обязательно. Вот так же, очень. Да, давайте. Очень согласен. Ну, это уже и дисплей. Да, спасибо, Григорь Семёнович, за ваши комментарии. У меня такой вопрос, что меня заинтересовало по поводу структуры, совета. то есть, как бы ваш комментарий о том, что совет должен существовать, стараться существовать независимо финансово, естественно, к этому стремиться, это понятно. Я вам приведу такой пример, то есть, вот в этом году территориальный совет штата Новый Южный Уэллс получил грант от австралийского правительства 2000 долларов от мультикультурного министра на праздновение 9 мая. Почему это получилось? Как бы, подавая заявку на грант, это единственное, мы должны предоставить всю необходимую документацию. Это было только возможно, потому что совет зарегистрирован в штате Новый Южный Уэллс. То есть, как бы, регистрация совета, она подразумевает минимальную требование общественной организации. ну вы же знаете сами, что вы лукавите в данном случае. Почему? В штате, очень просто, в штате Новый Южный Уэллс зарегистрирована Совет Российских Соотечественников по уставу 2008 года. Устав, принятый 10 июня 2016 года, пока, я даже не знаю, есть ли она... зарегистрирована в федеральной регистрации. Есть сейчас. Вот, это только... что мы на нее подъемли, это занимало время. Да, буквально только что. Поэтому, а тот устав, он на порядок демократичнее и свободнее и доступнее. При этом, устав, кстати, никто не спрашивает, когда рассматривает, а спрашивает именно отчет за последний год и финансовый отчет. Можно тогда, я скажу, все время Совет Соотечественников был зарегистрирован только в штате Новый Южный Уэллс. Да, никто никогда этого вопроса не поднимал. Вернее, поднимали, но его как-то так все время обсуждали и на этом и останавливались. Это очень долгий процесс и нужно было к этому прийти, потому что это совершенно другой уровень ответственности. Не все были готовы к этой ответственности. Это отчет перед Австралией в Security Investment Commission. Это не Department of Trade Trading. Нет, вопрос немножко в другом. То есть, смотрите, такая линия, если мы по блокам пройдемся. То есть, структура, как бы слишком заструкадрозированы. Нехорошо, хорошо. А финансирование нужно получать. Чтобы финансирование получать, нужно зарегистрироваться. Чтобы зарегистрироваться, то есть, Совет должен отвечать минимальным требованиям некоммерческой организации. то есть, как минимум, законодательству штата и Австралии в целом, в зависимости на каком уровне мы зарегистрированы. То есть, по сути дела, то, что есть председатель казначей и зампредседатель, они были. То есть, они сейчас и остались. То есть, в принципе, я просто никак не поняла, почему она является важным председателем. А вот вы сами посмотрите в этом отношении, почему вдруг Совет начинает временами играть роль противоположную своему предназначению. Вот так вот. Почему возникают разделительные линии? Почему начинают высказываться претензии? Я охотно верю. Может быть, здесь специфика вашего ТКС Нового Южного Уэльса. Но если начинают масса недовольства высказываться в Брисбане и в Мельбурне, значит, надо что-то думать на эту тему. Потому что еще раз, тем более, когда появилась наконец-то федеральная регистрация. Хочу понравиться с этим. Вот так вот. Тем более, Совету нужно думать серьезно о том, чтобы объединять все ячейки. А не так, когда посол, с одной стороны, высказываются нарекания, что на каком-то этапе вообще все это так сделано, было по указу, чуть-чуть не указали на прямом посольство или генконсульство. и по-то, да, и чтобы получилось не здорово. А потом мне же говорят, вот вы давайте решите эту проблему, эту проблему. Я говорю, простите, еще раз, так или иначе, да, это Совет Российских соотечественников в Австралии, но это австралийское юридическое лицо. Вот, а я посол Российской Федерации, я не имею права командовать австралийскими юридическими лицами, это просто вмешательство во внутреннее дело. А то, может так легко дойти до, так сказать, творения, точнее, изобретения известного, этого КТС, да, который вообще потребовал, чтобы Следственный комитет России занял себя расследованием якобы финансовых нарушений в СРСА, а Счетная палата и Минюст России проверила ваши уставные документы. Вот, это прямое вмешательство, простите, у меня вовнутренние дела. Опять же, здесь должны сами для себя сделать оценку. Я поделился, с вами, своими впечатлениями, мыслями, которые я вынес из общений вот, на местах. Вот так. Если у вас еще раз, давайте, я готов всегда с вами встречаться и использовать свой дипломатический опыт, чтобы, ну, своими советами или рекомендациями помочь делал, при том понимании, что конечное решение все равно это ваше проживание. Радио Сбес. Игорь Семенович, вы сказали, что посольство старается быть, ну, не то, что равноудаленным, скорее, равно приближенным ко всем из нас. Но, тем не менее, когда мы все являемся, становимся свидетелями действий, ну, одиозных, явно, однозначно неприемлемых, простите слово, гадных, и когда составные части общества общим не могут найти общий язык. Мне кажется, что все-таки посольство, как-то это высшая инстанция, даже оно не то, чтобы вмешиваться и навязываться в свою волю, но все-таки сыграет какую-то роль в качестве, ну, ментора, что ли, или какого-то, знаете, греческого ариапага, который может вынести какое-то суждение, пусть не обязательно для, будет приемлемо для всех, но по крайней мере какая-то позиция авторитетной организации посольства Организации Федерации будет ощущаться в Северном. Ну, в том, что касается упомянутых ламеров эти грязных, достаточно грустных эпизодов, то я, по-моему, еще достаточно четко ясно выразился. Вот так вот, и генконсул тогда выступил довольно большой, большой статьей, это понятно, и, опять же, если будут такие вещи повторяться, то я каждый раз не буду молчать. Что касается второй части, я это пытаюсь сделать. Постоянно, максимально пытаюсь встречаться со всеми сегментами, со всеми ячейками, пытаюсь помочь найти общий язык, пытаюсь вытянуть людей вот эти различные ячейки из этой, к сожалению, спорочного круга взаимных претензий, взаимных обид, вот так вот, помочь сформировать какой-то общий знаменатель, найти общий язык. Ну, что поделаешь, как говорится, я тоже не идеален далеко. И что вот есть у меня, какие есть возможности. Я позволю себе выразить частное мнение, что, может быть, вам надо будет иногда быть чуть менее дипломатичным и чуть более, так сказать, решительным, когда вы имеете дело с неделями сегментами. Ну, вы знаете, опять же, есть определенная политическая корректность, есть человеческая этика, от которой я, конечно, никогда не отступлю, по крайней мере, по мере сил. Вот так вот. Хотя, чего скрывать, дискуссии временами достаточно острые у нас это бывали. И когда разговаривал вот на местах, о том же самом, в Эльбурге и в Брисбене. Я просто хотел другой вопрос, можно сказать, перевести это. Дело в том, что в Австралии живет, ну, мы не знаем точно, ну, скажем так, между 100 и там 150 тысячами людей, которые так иначе связаны с Россией или с русским языком, и те, которые... Ну, вот та часть, которая в настоящее время вращается, так сказать, в русском кругу или в русской общей, да, значительно меньше, скажем так. Ну, вот мы знаем, что прошли выборы в парламент России, в Думу, и, по-моему, было по всей стране что-то 500, где-то 700 человек. Я боюсь собрать точную цифру. В общем, количество людей, которые проголосовали, было несколько сот, несколько сот, это было там, может быть, 300, может быть, 500. Вы имеете по Австралии? По Австралии, по всей Австралии, да. Да, да, да. Но тут надо иметь в виду, что голосуют граждане Российской Федерации. Я знаю, я знаю, я знаю. Но даже среди граждан их довольно много. Но это просто один из показателей того, что далеко не все участвуют в этой каковы русской жизни. Как людей привлечь? С одной, да, нет, пока не как привлечь, а сказать, а что же существует у нас. На самом-то деле, существует довольно много, в каждой группе, как вы сказали, в каждом районе, в каждой группе людей существуют определенные организации. Это есть школы, это есть театры. У нас ценные 10 русских школ, у нас там 3 театра, несколько музыкальных групп, которые существуют вместе. Они все являются пропагандистами России. Не политическими пропагандистами, а пропагандистами культурными. Культурными. И это самое главное. И вот раньше, так сказать, как что газетовое единение считают для себя самым важным. Это не политическое, не подвижение каких-то политических или высказываний лозунгов, или поддержка тех или других решений правительства. Мы далеко, мы все-таки живем в Австралии. И поэтому для нас, поскольку большинство из нас любит Россию, любит русскую культуру, любит русский язык, это самое главное, на чем мы должны искать и сплачивать людей. Не на политических решениях, не на проведении каких-то там, кто за, кто против Украины или еще чего-то. Не нужно это ставить во главу угла. Если это ставить во главу угла, мы из этих 100 тысяч человек соберем 500 человек, которые здесь придут проголосовать, и на этом все закончится. То это не та сила, которая есть здесь в Австралии русская. Здесь намного больше людей. Я, по-моему, как раз этот же тезис и изложил вам, когда сказал, что едва не оправданно ставить во главу угла критерии политической лояльности. Но речь шла, извините, речь шла, вот так сказать, красных и белых. Это мужики от первого уже. Нет, нет, нет. Я просто привел к примеру Андрея Ивановича, Антона Ивановича Деникина. Вот так вот. В данном случае я как раз-то и сказал, что по главу угла должен все равно поставить бы именно приверженность вот этой идее, когда философия, философия общей истории, общих корней, общей культуры, общей языка, общей цивилизации. Единственное, потому что русская цивилизация, она действительно достаточно уникальна и достаточно вселенная сама по себе. Вот так вот. Так что в данном случае я с вами полностью согласен. Ну да, ну тогда то есть Совет Сотечественников должен как-то себя поставить. Что касается еще одного момента. Понимаете, вот это очень хорошо видно. И в данном случае я уже цитировал Шуварнацец, упоминал Деникина. Я позволю себе процитировать еще одного из тех людей, которых мне довелось встречаться. Одного из лучших, вообще самых ярких наших дипломатов. Юрий Михайлович Воронцов, бывший долгий, бывший первый замминистра в СССР. И одновременно он послом в Афганистане был, но пребывание в Москве постоянно. Был долгие годы и госпредом при ООН, и был он послом в США на Вашингтоне. Я вот с два с половиной года работал под его руководством. И он, который мне сказал, понимаете, говорит, России главное немножко самой приподняться. Когда такой гигант хоть чуть-немножечко начинает оживать, уже не надо ничего стараться, сами люди как-то прибегут. И я хорошо очень вижу. Ну, поскольку вы сами сравните, Россия в 90-х годах полностью разваленная, нищету ввергнутая, вообще сидящая на игле этих подальщиков от МВФ и от Мирбанка, вот так вот, с разваленной правоохранительной системой, бардаком, бандитскими войнами, разборками. Ну, одно было ощущение. Одно было ринами, один авторитет. И сейчас. Видите, совсем другое. Поэтому, конечно, естественно, самые большие надежды связаны с тем, что позитивные тенденции, да, со всеми сложностями, со всеми, может быть, накладками и всем прочим, но которые так или иначе развиваются, будут дальше развиваться. И это в первую очередь, конечно, приведу, думаю, будет играть важнейшую роль именно сплачивание с хозяйственниками, а не в тех бюрократических структурах, которые иной другой. Ну, бюрократия имеет, как говорится, свои собственные законы развития, вот, и иногда они начинают становиться самодавляющим фактором. Опять же, это не чья личная вина, это есть объективная реальность. Вот так вот. И дальнейшее развитие России, ее подъем экономики, укрепление международных позиций, более активная, ее внешняя даже политика, вот это самое главное, сплачивающие факторы. Риктор Семенович, ну, я думаю, что от имени всех присутствующих я вас поблагодарю за то, что вы нас пригласили, за то, что вы поделились своей точкой зрения, высказали свое мнение по основным ключевым вопросам. Как вы расцениваете неявку представителей определенных средств массовой информации? Мы договорились не упоминать название. Почему не упоминать? Почему не называть вещи своими именами? Это, на ваш взгляд, это проявление слабости, или это просто демонстрационное неуважение? Ну, знаете, я воздержу все это сам. Это, в конце концов, личный выбор каждого. В конце концов. Кто хотел, вот, слушайте, кто хотел сам высказаться, вот, и в лишний раз, а вновь встретиться, тот пришел. Вот дальше еще раз, это личный выбор, да? Согласны ли вы с тем, что движение соотечественников не может быть полностью аполитическим? Да, вопрос это сложный, заслуживает ответа, потянет минуту на 40, конечно, если давать это открыто. А политичного, понимаете, вообще полностью движение как такового быть не может по определению. Потому что уже начнем с того, что политичность, это уже тоже политика, это политическая платформа. Противную, нельзя во главу угла ставить, скажем, любование, так сказать, цветением каторстника, ну, вот, или охоту за бабочками, или охоту за бабочками. В любом случае, наша жизнь, она носит политический характер. Вопрос в чем, еще раз повторюсь, что ставить во главу угла? Потому что есть, так сказать, люди, и в Российской общине, в Австралии, и в Австралии, и у нас, в России, и внутри. Их больше, чем достаточно, и больше, чем, хотя бы, по крайней мере, ура, ура, патриоты, которые ходят и считают себя и свое собственное мнение, как истину последней инстанции, вот, и воль на деле, это этот патриот, это не патриот, нет. Вот так вот, только потому, что кто-то, кто-то, так сказать, полностью поддерживает, одобряет, кто-то придерживает, занимает более сдержанную позицию, кто-то дистанцируется, вот, от тех или иных проявлений, так сказать, российской политики. Это право каждого человека соглашаться или не соглашаться. Весь вопрос в том, опять, что мы ставим во главу угла. Вот, и еще раз, повторяю, мое мнение, что, и, собственно, наше мнение, это то, что во главу угла, все-таки, главный критерий, это именно приверженность к этому русскому миру, русской, вот, там и той вселенной, которая называется Россия. Та наша общая история, я же говорил, что она, насколько я знаю, историей много интересуюсь и много занимался этим делом. Она гораздо более древняя, чем она пытается навязать. Вот так вот, она гораздо более богатая, гораздо более уникальная, чем то упрощенное понятие, которое уже, к сожалению, на протяжении веков старательно навязывается. Ну, тогда продолжим немножко. То есть, в принципе, вы осознаете, что к Совету хотят иметь дело и те люди, которые, так скажем, диссиденты и имеют абсолютно антироссийскую направленность. То есть, другими словами, те же самые власовцы, диссиденты, они соотечественники. Как с ними выстраивать отношения? Считаете ли вы о том, что вы говорили, что победа является той самой, скажем, бумажкой, лакмусовой бумажки, появление русскости? Нет, не совсем лакмусовой бумажки, понимаете? Есть люди, которые говорят, ну, что это не совсем наш праздник. А есть люди, которые говорят, что Россия – это фашистская держава, Советский Союз, которая является военным преступником, которая одинаковую, а то еще и большую ответственность за развязывание второй бюро войны несет. Больше, что Сталин – это такой же тот же самый Гитлер, который абсолютно виноват, что надо обоих, просто один другого побил, и так обоих надо было судить. Вот это, между прочим, это не просто, так сказать, личная грязь в душе человека, который это говорит. Или политика, который это говорит. За этим стоят очень серьезные и далеко идущие политические расчеты. Потому что если мы признаем, что Россия, Советский Союз, также виноват в такую же ответственность за развязывание второй мировой войны, как Германия, значит, все итоги второй мировой войны подлежат пересмотру. И именно те, кстати, наиболее активно прописывают эту грязнейшую, омерзительнейшую совершенно идейку, как раз те, которые очень, которые в известном плане пострадал, и которые не получили, не прочь, как бы вернуть. Естественно, да, российский медведь, это гигантская сила, да, он сейчас, может быть, не в самом лучшем состоянии здоровья. И вот у кое-кого действительно начинается желание его подукусить. Ну ладно, это я немножко отвлекся. Вот, понимаете, надо всегда видеть четкий критерий. Понимаете, человек, который, говоришь, ну, не воевал я за Россию, да, и есть у меня, так сказать, известные соображения, поэтому в данном случае я просто постою в стороне. Я с вами, но в стороне. Это одно. А вот человек, который, извините, грязь льет, такое, это совсем другое. Это уже качественно разные события. Качественно разные величины. Вот здесь, вот это, надо всегда видеть. Вот так вот. Понимаете, я, например, пусть это тоже прозвучит еречью, и меня обольют чем-нибудь, в, опять же, известном издании, вот так вот. Но я, опять же, хочу разделить. Да, человек, например, может принять участие в демонстрации протеста у нашего посольства, в связи, так сказать, с переходом Крыма, возвращением Крыма в Россию. Вот так вот. Ну, в конце концов, это, ну, есть право, человек, есть известные эмоции, которые можно понять. Я не хочу сказать, понимаете, понять и согласиться, это разные вещи. Вот. А понимать, одобрять и поддерживать, это разные совершенно иные категории. Вот так вот. Но при этом одновременно все-таки и контактировать с нами. Понимаете, вот здесь тоже нужно видеть, вот именно дача конкретно не согласия с тем или иным поведействием России. Ну, три страны, есть люди, есть, наверное, международные ли арены. И есть, и вот ненавистью просто к России как определение. Вот это тоже я всегда буду проводить. С первыми я готов без вопросов общаться. Вот так вот. Со вторыми нет. Нам не купить, как говорится. Ну, тогда можно, да, еще один вопрос? Пользуясь случаем, то есть, наверное, все знают, известная такая гражданка Оксана Крис, которую мы неоднократно заявляли. То есть, как сказать, украинский конфликт, он выявил самые, так скажем, отвратительные качества людей, проживающих во всех странах соотечественников, то есть, в том числе в Австралии, то есть, люди откровенно собирают деньги на карательные батальоны Украины, как в Днепр или, то есть, эти люди, граждане Российской Федерации. Как реагировать в этом случае? Должны ли реагировать? Как вы видите свою миссию как дипломата? Что в этих случаях? То есть, известный случай в прошлом году, когда просто на рождественской елке написали ругательство и, в принципе, Совет соотечественников выступил как защитник, скажем, русского имени в Австралии. То есть, меня интересует вопрос, как вы считаете, на ваш взгляд, существует ли в Австралии уровень русофобии? Если австралийское общество брать, австралийцев, собственно, я, например, русофобии не вижу. Тот эпизод, нашумевший тогда, в октябре прошлого года, в Канбере, я склонен отнести, скорее, к разряду анекдотов. Вот так вот, когда из небольших старых, например, на двух машинах не разъехался до парковки, ну, вот вдруг ни с того ни с сего целый скандал чуть будет не разгорелся. Ну, там был конкретный совершенно политический контекст, не общеполитический, а просто связанный с конкретными людьми. И не более того, вот в австралийском обществе, в австралийской прессе я не вижу русофобии. Вот так вот. Поэтому я тоже не согласен, не могу согласиться с тем, что, когда я тут слышу про какую-то антироссийскую кампанию, в австралийском, которую вместо австралийской прессе ведется. Вы знаете, я, как вам известно, работал в США, причем в период гораздо лучших отношений между Россией к средненными статами, нежели они сейчас. И все равно пресса, настрой, общая тональность американской прессы была более, гораздо жесткая, чем я вижу сейчас в австралийских словах. Вот так вот. Что касается русофобства. Ну, понимаете, Австралия мультикультурная страна, мультитническая страна. Огромнейшее количество приехавших, особенно, хотя правительство проводит, в своем кабинете тоже проводит жесткую такую миграционную политику, но все равно, очень много людей из различных вообще районов мира в различные ситуации, в различных обстоятельствах съехать. Здесь, естественно, среди таких вполне могут быть русофобские настроения. Но что, время от времени, да, действительно проходят демонстрации. В конце концов, огромное, очень много бежавших из Сирии, бежавших, возможно, людей, не запятнавших себя непосредственно, у участия в игиловских формированиях, но, опять же, те, которые не симпатизируют режиму того же самого Башра Асада, которые считают Россией, которые руководствуются американскими оценками происходящего в Сирии. Наши американские партнеры, они, известно, очень любят свои грехи на чужих перекладывать. Вот так вот, и видеть с один в глазах другого, не замечая бревна в своем. Вот так вот, да, они действительно, именно русофобские у них настроения. Да, естественно, украинская община, которая в основном состоит из выходцев с запада Украины. Да, вот так вот, ну, что поделаешь, да, это там есть, ну, это реальность. Как дипломат, а что я могу быть дипломатом? Когда они устраивают общие антироссийские акции у посольства, ну, естественно, все, предпринимается все, чтобы обеспечить безопасность. И в этом отношении у нас очень хорошее сотрудничество, связи с полицией, с астралийской, которая четко отслеживает и действительно ограничивает деятельность. Ну, вот так вот, если что-то, как-то уходит на политическую, или, да, будут давать ответ, хотя я не склонен по каждому, и не буду на каждый чих давать ответ, ввязываться в полемику, тем самым устраивать рекламу авторам различных, там, всяких, пасхалей, мелочих. На которые для него научат обращаться. Что это все такое? Ну, вот, дипломат работает, прежде всего, с властями, с официальной стороны пребывания. Собой же сказал, что это слово идет. Совершенно верно. Да. Еще один вопрос. Что-то у вас вопросы накопились, или куда-то. Ну, может, кто-то еще хочет? Есть вопросы? Ну, на другую тему, может, уже немножко так замкнулись. Я знаю, что вот очень хороший, позитивный образ России был, когда какие-то культурные мероприятия проходили большие. Была выставка, когда приезжал за этажом, приезжал большой балет. Ожидается ли что-нибудь такое? Будете посольство как-то инициирование, или, по крайней мере, помогать? Ну, посольство все сделает, чтобы инициировать все это дело. Будем проводить мероприятия. Я как посол максимально буду делать для того, чтобы сюда приезжали и выставки, и художественные коллективы. Действительно, я хочу, что то, что посмотрел, опять же, это здесь не вина, это, может, это, скорее, беда, что все равно, вот, никак не можем мы во многом уйти от матрешечно-балавишного, вот, имиджа. Причем, вот здесь, на этом же самом месте сидел, я помню, художественный руководитель русского имперского балета, да, вот, Гедемина Сторонда, вот он правильно, это, понимаете, фольклор, 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 рознь, вот так вот. Если это качественное, высокохудожественное, это одно дело, когда все эти заезженные шаблоны с сапогами, гармошкой, да, с кокошниками и фуражками, там, или косоворотками, ну, это совсем, 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 совсем другое дело. Вот так вот, поэтому я максимально, как посол, буду делать, и конкретные предложения есть, конкретные идеи есть. Другое дело, что вы сами понимаете, мои все-таки тоже возможности ограничены, поскольку это и план художественный, и вообще план гастролей соответствующих художественных учреждений, это вопрос финансовый, это согласие австралийских властей на их прием, но я буду делать все возможное. Больше того, я попытаюсь, у нас есть серьезные такие планы, использовать возможности своей, нашей резиденции, там, проводить выставки, потому что за эти месяцы я познакомился с очень интересными людьми, надо сказать, нашими россиянами, которые, в том числе, художники, и чьи произведения очень свои, очень нетривиальные, очень интересные, которые я бы тоже охотно, и, собственно, такие планы есть у себя в резиденции, чтобы выставил бы, и, так сказать, для широкого для дипкорпуса, для австралийского общества, для нас, для российских, для отечественных. Можно в развитии этого? Да, пожалуйста. У нас нет культурного центра в Австралии, в Индонезии есть, в Австралии нет, но там в Индонезии нужнее, мы понимаем. Но у нас есть, скажем, русский клуб «Сидней», здесь это можно было бы использовать, например, его, для проведения каких-то выставок, скажем, какие-то картины из России могли бы привести, понимаете? Я именно говорю, вот именно вся статья, потому что если придет какие-то художники из России, там будет какая-то встреча, это будет вечер сделан, или какие-то поэты, у нас практически ничего, почти ничего не происходит. Возможности есть, возможности есть, я еще раз говорю, вот это моя резиденция, которая, вы сами знаете, достаточно большая, чтобы там организовать приличную выставку, вот так вот, это тот же, да, русский клуб, согласен, вот, это тот же самый русский дом-музей. Вот эти возможности максимально будут использовать. Ну, а вот, что касается, допустим, какого-либо, там, не знаю, содействия или инициативы с гастролями российских, ну, вот, последние примеры, это выступление Гергиева, или, вот, сейчас в рамках Сиднейского фестиваля гастроли театра Пушкина в Москве. Вот, но, насколько я понимаю, это, в основном, все именно инициативы были австралийской стороны. Ну, вы знаете, эти вещи вообще делаются не по линии министерства, дипломатических ведомств, это делается по линии ведомств культуры, всегда, у них свои планы, и те же самые гастроли, все-таки, первых величиной российской современной эстрады, ну, где мы с вами встретились тогда, концерты Елены Ваенги, они проходят мимо, это у них свои уже механизмы созданы. Вопрос посол в этом отношении может посодействовать, может высказать идею, может как-то посол и посольство, естественно, выступить в роли посредника, вот, такого передаточного звена, показывать помощь и все прочее. Но, в принципе, если серьезно говорить, то механизмы эти отработаны, они отлажены. Это все-таки еще вопрос общего хода и общего состояния двусторонних отношений нашей с Австралией. Слава Богу, сейчас у них такой вот негативный эмоциональный заряд заметно ослаб. Вот так вот, они вышли, на мой взгляд, на достаточно такой ровный этап. Ну, будем смотреть, как дальше. Вот так вот, потенциал большой, потенциал большой. Я думаю, на мой взгляд, еще мы, нам можно было бы больше использовать возможности местных связей, не межправительственных, а межмуниципальных, межрайонных. Вот так вот, ну, муниципалитеты. Ну, у нас же Мельбург, он по-братимам Санкт-Петербурга. Ну, надо реанимировать, уже надо вспоминать об этом. А, между прочим, на местном уровне, вот на муниципальном в том числе, можно сделать многие вещи гораздо быстрее и легче, чем на межгосударственном или межправительственном.